Дома на протяжении почти всей улицы Северной располагаются на разных уровнях. Кое-где перепад достигает до полутора метров. Неудивительно, что вода, стремясь по пути наименьшего сопротивления, в первую очередь заполняет низинные участки, на одном из которых располагается дом ветерана труда Раисы Смоглюк. Каждый раз с опаской она смотрит на небо, когда сгущаются тучи. Затяжные ливни – для нее настоящая катастрофа. Со второго года топит нас. В втором году, в третьем году, в четвертом году, в шестом году уже плавали. Обратились мы к Харитонову, Харитонову нам хоть сделал вот это вот, через дорогу сделал вот эту сетку такую, и трубу вставили, но это ничего не дает. Она начинает, вода идти такой силой идет, она через бурдюр идет сюда во двор, прямо во двор. И это какое-то мгновение, минуты, секунды какие-то, и полная, и в дом уже. Готовясь к приему гостей курортников, хозяйка сделала ремонт в доме, но теперь, видимо, отдыхающих на постой запустить не скоро. В доме сыра и соответствующий сырости запах. Раиса Федоровна говорит, что топить начала, когда больше 10 лет назад подняли шоссе. Правда, и ливневке приказали долго жить, и свою функцию, забившись, не выполняли. Ни с чего не затапливали, тут не было подъемов, это же подняли, вот эту шоссейную подняли, и там подняли, и тут подняли, и стали. Там раньше мы никогда вообще не затапливали, абсолютно не затапливали. Это нужно, им самим надо поднимать, сейчас я буду поднимать. Поднимать надо, не знаю, как жить дальше. По поручению главы курорта Сергея Сергеева, сегодня приступили к расчистке отводных каналов, чтобы весь поток воды, спускающийся с улиц, располагающихся выше, уходил в реку Анапку, а оттуда уже в море. Трубы диаметром около 40 сантиметров с этим непременно справятся. Вадим Родин, Анап Регион